МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Алматы новости в студии Диас Махамбетов. А сейчас о главном к этому часу. Ушел из жизни казахстанский театральный режиссер и общественный деятель Булат Атабаев. В Алматы из Токио прибыли казахстанские тяжелоатлеты. О том, как прошла встреча с олимпийскими призерами, репортаж Рамины Мерзалимовой. Через считанные минуты появятся и сами олимпийцы. Новый суточный максимум заболеваемости коронавирусом в Казахстане. Сколько жителей заразились коронавирусом и получили вакцинацию? Все подробности в этом выпуске. Сегодня ушел из жизни казахстанский театральный режиссер, драматург, общественный деятель Булат Атабаев. Ему было 69 лет. Об этом нашим корреспондентам сообщили друзья и коллеги по цеху. Однако о причинах смерти ничего не сообщается. Булат Атабаев всегда отличался своим новаторским подходом к театральному искусству, рассказывают близкие. Постановки режиссера не раз были победителями международных театральных фестивалей в России, Германии, Грузии, Туркменистане и Казахстане. Его уход – большая утрата для всего театрального сообщества страны. Коллектив телеканала «Алма-Аты» выражает соболезнования родным и близким. По меньшей мере, один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в Турецкой Анталии. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пек-Демерли. Отмечается, что жертвой пожара стал 82-летний гражданин. В результате ЧП пострадали десятки людей. Были эвакуированы жители четырех жилых кварталов. Уничтожены десятки домов и приют для животных. На борьбу со стихией направлены все силы. В тушении участвует авиация, сотни пожарных и десятки единиц техники. К локализации огня были вынуждены привлечь людей из соседних провинций. По словам властей, это самый сильный пожар, с которым они когда-либо сталкивались. По предварительным данным, причиной стала сильная жара в регионе. В международном аэропорту Алматы минувшим вечером было необычайно многолюдно. Десятки болельщиков встречали наших прославленных спортсменов Зульфио Чиншанло и Игоря Сона. Казахстанские тяжелоатлеты вернулись из Олимпиады в Токио с бронзовыми медалями. В здании терминала воздушной гавани чемпионов чествовали также тренеры, родные и близкие. Рамина Мирзалимова тоже встретилась с олимпийцами и даже сделала памятное селфи. У входа в терминал собрались друзья, родные и близкие спортсменов. Через считанные минуты появятся и сами олимпийцы. И не с пустыми руками везут бронзовую медаль. А здесь им готовят оказать по-настоящему торжественный прием. Почти у каждого в руках плакаты с поздравлениями и фотографиями олимпийцев для собравшихся успешное выступление спортсменов и историческое событие. Как и для тренеров, которые вложили немало сил, чтобы достичь олимпийского результата. Сработал на все 100%, показал железные нервы, свой характер, вся страна видела. Перед чемпионатом Азии была серьезная травма. Потом и стресс, то, что медаль на Азии не взял. Но самое главное, взял лицензию. И буквально полтора месяца после лечения мы провели подготовку. Годы подготовки и невероятных усилий, чтобы сделать то, что казалось невозможным – взойти на пьедестал. Но они это сделали. У каждого за спиной своя история. Игорь Сон получил на предыдущих соревнованиях травму колена. Зульфия Чиншанло упорно готовилась к играм после двухлетней дисквалификации. Теперь впереди покорение новых высот. Участие довольно прошло хорошо, в хороших условиях. Конечно, без зрителей, но тоже из-за пандемии, конечно. Насчет участия, да, конечно, будут дальше готовиться. Если получится, конечно, будем на медаль, уже у нас за золото бороться. Спасибо всем за потечку. Отдохнуть чуть-чуть, потом почком готовиться, взяться. Буду там, тоже постараюсь. Несмотря на обрушившуюся на них славу, в беседе они довольно скромны, спокойны и сдержаны. В отличие от болельщиков, которые были вне себя от радости и просто не могли упустить возможность сделать памятные фото с чемпионами. Селфи с олимпийскими звездами сделали и мы. Ведь такое событие. Напомню, тяжелоатлет Игорь Сон выступал в категории до 61 килограмма, а финишировал с показателем 294. Кстати, в карьере спортсмена это первая Олимпиада. Зульфия Чинжанло была представлена в весовой категории до 55 килограммов. В общей сложности казахстанка подняла 213 килограммов. Это надо сколько иметь силы, воли, чтобы тренироваться и после этого еще поднимать. И вот эта медаль, это была добыта она неимоверным трудом. Поэтому я преклоняюсь перед этой девочкой. 12-летняя приехала, как мышка, как мышонок она была. Я навесила 35 килограмм. Для меня тоже откровение, что в ней столько этой силы. Пока в копилке нашей сборной три бронзы. Их завоевали дзюдоист Ильдо Сметов и тяжелоатлеты Зульфия Чинжанло и Игорь Сон. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Рамина Мирзалимова, Рашид Шукуралеев, телеканал Алматы. Ну а сегодня мужская сборная Казахстана по водному полу в очередной раз потерпела поражение на Олимпийских играх. Наши спортсмены встретились в групповом матче с Испанией и проиграли со счетом 16-4. Теперь им предстоит сыграть с черногорцами 31 июля. Отмечу, что сегодня на ринге выступят боксеры Абельхан Аманкул и Камшибек Кункабаев. А первая ракетка страны Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинальной игре. Теперь ей предстоит сразиться за бронзовую медаль. Ситуация с коронавирусом в Алматы ухудшается. Об этом всего час назад сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин. По его словам, очередной пик заболеваемости ожидается ближе к середине августа. В связи с этим в мегаполисе будет усилена профилактическая работа. При этом он добавил, что завтра опубликуют новое постановление, которое будет действовать с 2 по 16 августа. Новый суточный максимум заболеваемости коронавирусом выявлен в Казахстане. Почти 7,5 тысяч инфицированных. Наибольший прирост отмечается в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. Жертвами ковида стал 81 человек. Лечатся от вируса и пневмонии свыше 90 тысяч казахстанцев. Состояние более полутора тысяч оценивается как тяжелое. В состоянии крайней степени тяжести – 332 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 154 соотечественника. В стационарах Алматы на сегодня лечатся больше 4148 человек. 215 из них – дети. В реанимации находится 281 пациент. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 больных. Только за последние сутки в клинике Мегаполиса поступило 522 человека. По информации Городского управления общественного здоровья, за сутки вакцинировались больше 7 тысяч алматинцев. В городе действует 212 пунктов вакцинации. Работают 308 прививочных бригад. Для желающих привиться теперь доступны сразу две вакцины – «Спутник Ви» и «Казвак». Накануне в рамках третьего транша в Алматы поступило около 5000 доз казахстанского препарата. В России от коронавируса полностью привелись более 21 миллиона человек. При этом первый компонент вакцины получили около 35 миллионов жителей. По заявлению руководства страны, темпы вакцинации выросли в два раза. А власти Нью-Йорка в США предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от COVID-19. Такое сообщение на своей странице в Твиттер опубликовала мэрия города. Напомню, что местные власти не в первый раз подталкивают жителей мегаполиса на вакцинацию. Весной в городе выдавали привившимся лотерейные билеты. По данным Департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке иммунизация полностью охвачена около 55% жителей. Саудовская Аравия с 10 августа разрешит вакцинированным иностранцам въезд на Малый Хадж. Казахстанцы могут совершить умру, но лишь привиты препаратами, одобренными в королевстве. В том числе Pfizer, который этой осенью появится у нас в стране. При этом КАЗВАК и спутник ВИ не входят в этот список. Другой способ совершить обряд, не нарушая законов, отрицательный ПЦР-тест. По прибытии невакцинированные паломники пройдут трехдневный карантин, после чего сдадут повторный анализ. Завораживающие кадры состоя розовых фламинго опубликовали жители Актау. Пользователи социальных сетей восхитились красотой птиц. Хоть немного радости в ленту, пишут довольные юзеры. По словам экспертов, фламинго в Мангистау обитает круглый год. На зимовку прилетают до пяти тысяч птиц, а весной и осенью, во время сезонных миграций, в общей сложности можно насчитать до двадцати тысяч фламинго. До старта основного этапа переписи населения осталось чуть больше месяца. Напомню, она пройдет с 1 сентября по 30 октября этого года. Более подробная информация доступна на сайте sanak.gov.kz. Ответы на все интересующие вопросы можно получить, позвонив по номеру колл-центра 1446. Алматы все еще в красной зоне. Получите вакцину, защитите себя и других. Добьемся коллективного иммунитета вместе. В эти дни в городе наблюдается аномально жаркая погода. Поэтому просим вас поддержать городские службы и присоединиться к поливу зеленых насаждений. На этом все. Еще больше новостей на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»